Музыка Меня зовут Юрий Вадимович Малик. Меня зовут Юрий Вадимович Малик. Меня зовут Юрий Вадимович Малик. Музыка 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 географическое положение диктует нам и особенности то есть тут будет помимо нескольких хороших номеров будет тоже хорошие но классом ниже домики причем не нужно будет в отличие от большинства этих туристических комплексов бросать машину на стоянке идти с вещами размещаться в том опять-таки поскольку мы вот на середине пути между москвой и курортами крыма кавказа и новая трасса м4 обход восточный будет поближе к нам уже гораздо то есть люди будут останавливаться на пути на курорты машины загружены и носить вещи где-то поэтому у нас стоянка будет у каждого домика своя стоянка вместо хватит домиков на 50 на 60 но мы начинаем с 5 а там посмотрим опять-таки рынок диктует вот оборудуется буквально там месяц остался максимум тут будет еще и дегустация и и типа ресторана что-то такое вы это все на свои средства получается делаете да это бизнес или это такой хобби ну почему она уже стала приносить прибыль со второго года но конечно все затраченные деньги я потратил сюда все все что заработал на своем предыдущем бизнесе но сейчас она уже прибыльная но гостиницу я уже привлек инвесторов отдельно на гостинице а сама винодельная уже приносит прибыль одна из немногих кстати в стране с самого начала я ориентировался на традиционные донские сорта Слово автохтон было неизвестно Но так получилось, что большая часть этих сортов Которые здесь традиционно выращивались на Дону Из них делали вино Это автохтоны, которых нигде больше нет Ни в России, ни в мире И у меня из семи сортов Пять автохтоны Это белые Сибирьковые, Кумшатские, Пухляковские Красный, Красностоп, Золотовский, Цемлянский, Черный И два сорта традиционные для Дона Один белый сорт это Легате Это французский сорт Который во Франции незаслуженно был Последние годы практически забыт А сейчас возрождается И Саперави Это общеизвестный сорт Который считается грузинским Хотя в то время, когда эти сорта появлялись Не было ни Грузии, ни Армении А это было общее пространство Причем так вот последние исследования показывают Что река Маныч, на берегу которой мы живем В месте, где эта река впадает в Дон Раньше, много тысяч лет назад Она напрямую соединяла Дон с Каспийским морем И вот как раз по этой реке Происходило взаимопроникновение культур нашей Закавказской И похоже все наши сорта Имеют общие корни И мы традиционно считалось Что тут в основном кочевники жили Но кочевники жили последние две тысячи лет назад Сейчас проводят раскопки И выясняется, что эти семь и десять И ранее жили оседлые племена И которые, по всей вероятности Уже тогда культивировали виноделие Очень много сил и средств затрачиваем На сохранение ароматики Прежде чем установить пробку Подпробочное пространство Продавается инертным газом Это защищает вино от окисления У нас очень тщательно поддерживается Температурный режим И используются самые современные Технологии брожения Благодаря этому В нашем вине отсутствуют Вредные примеси Которые часто в очень большом количестве И вызывают головную боль у потребителей Причем ошибочно это приписывается Содержание диоксида серы Который используется в качестве консервантов Но на самом деле Это такие вещества Как ацетальдегид и биомины Которые гораздо вреднее И гораздо сильнее действуют На нервную систему и на все все Так вот у нас практически ни того ни другого нет Кроме того наши вина не кислые В них отсутствует При брожении образуются две кислоты Винная и яблочная Которая это чистый уксус И вызывает и сжогу И раздражает слизистую Мы используем вторичное брожение С помощью специальных бактерий При определенной температуре Эти бактерии В строго контролируемом режиме Преобразуют Перерабатывают яблочную кислоту в молочную Которую вообще не кислую Вот Поэтому у нас в каждой емкости Поддерживается свой температурный режим Видите Можно включить нагрев Можно охлаждение Вот Тут Ноль Градусов Среди прочего Мы делаем игристое По классической французской технологии Промежуточное вино Готово Развивается по бутылкам То добавляется ликер Дрожжи Глина мелкодисперсная Бетонит Все это закупоривается Временной пробкой Вот похожей на пивную И кладется Минимум на 12 месяцев На выдержку На осадки Дрожжи перерабатывают Вот этот ликер Который туда Введен в бутылку Получается Спирт Увеличится Крепость И вырабатывается Углекислый газ Который насыщает Вот шампанское Потом Процедура Называемая Ременаж Она заключается В том Что осадок Который на дне бутылки Необходимо переместить На горлышко Причем таким образом Чтобы не осталось На стенках ничего Поэтому крутят их Регулярно И увеличивают наклон Специальные пипитры Это традиционный способ А потом Когда Весь осадок Собирается На горлышке Этот горлышко Замораживает И потом Пробку открывает Вылетает Излишние газы Выходит Вылетает Эта пробка С осадком Доливается Уже Купорится Нормальная пробка Мезли Навивается Вот Но этот способ Очень длительный Трудоемкий И не всегда эффективный Поэтому существуют Специальные Приспособления Гиропалеты В которых Это все автоматически Производится Мы сделали Первый для себя Ускорили этот процесс Сделали более эффективным И сейчас уже Первый отправляем Заказчикам И собираемся Их производить Достаточно Большом количестве Они получились Мягко говоря Не хуже Импортных И дешевле И по ряду Параметров Более эффективные Нужно еще правильно Выбрать Момет Для уборки Для этого Нужна лаборатория На вкус На зубок Ничего не получается Вы собираете Заранее До уборки Мы меряем По несколько раз в день Все эти параметры Выбираем Оптимальные И у нас Поэтому Такая маленькая площадь Виноградников У нас 7 сортов Где-то по 4 гектара Каждый сорт С тем Чтобы можно было За один За два дня Убрать Весь сорт Они не одновременно Созревают Вот Чтобы как раз Обеспечить Оптимальное качество И главное Чтобы Вино было Все одинаково У нас Мы не делаем Отдельно вина Для выставок Отдельно Для дегустации Мало того Если у нас Ну да Разные участки Разные емкости Могут вина Как-то отличаться Если они существенно Отличаются Мы делаем Для них Разные этикетки Если они Несущественно Отличаются Мы перед розливом Сливаем их В одну большую емкость Вот которая Вот стоит 6 тонн Она не используется Для производства Она носит Название Эгализатор Уравниватель То есть мы Все перемешиваем И уже разливаем Оттуда И у нас Я ручаюсь За любую бутылку Мне не надо думать Высокого гостя Откуда Угощать Брать Или там Где-то Продать Кому-то Случайному Потребителю Который Никогда Больше Не вернется Или отправить Куда-то Все Вино Одинаковое Идея пришла В 18-м году Мы искали Способ Как уменьшить Содержание Алкоголя Ну и Подбирали Оборудование Которое Подходит Пробовали Сначала Мембранные Системы Которые Используются В фиоварении Вот Остановились На итальянском Оборудовании Для вакуумного Варивания Спирта И Помимо Вот этой задачи Которая нас Тогда Интересовала Брать Личное Колгое Вине Выяснилось Что Это оборудование Используется Для Производства Безолкоголенного Вина Ну Долгая История Мы пробовали Там пришлось Изменять технологии Но в результате Вышло Вино Которое Ну Практически Все Эксперты Которые Пробовали Считают Лучше В мире Но Опять Наше Законодательство Напрямую Не позволяет Нам делать Обилкоголенное Вино Потому что Отходы Спирта Спирт Нельзя Делать В общем Значит Как Какой выход Мы нашли Я покупаю Как частый Предприниматель Покупаю Вино У себя В магазине С маркой Акцизная Марка Свидетельство Того Что я Оплатил Помимо того Что заплатил За это вино Я заплатил Акциз На спирт Содержащийся В этом вине Он мой Что хочу С ним То и делаю Дальше Я это вино Вливаю Отдаю Сюда За отдельную Плату На переработку И меня Из этого вина Извлекает Спирт И Делают Для меня Вот на этикетке Написано По заказу Кафеха Малик Делают А безалкогольное вино И Уже Безакцизных марок Мне все продаю Куда хочу Официально А вот Со спиртом Я Либо Обрабатываем Поля Значит Выясняется Что он Помогает бороться С листоверткой И С последствиями Засухи Слабый раствор Либо Пью Сам Угощаю друзей На сегодняшний день Пытаюсь Во все инстанции Обращаюсь Чтобы Сделали Ну не только для меня И для других виноделий Потому что Мы с таким трудом Особенно у нас на севере Где весь виноград Укровной Мы с таким трудом Получаем этот виноград Выращиваем Да И обидно Что Часть Но Объективно Нельзя Хорошее вино Переработать Сто процентов Винограда Обязательно Есть какие-то Отходы Во все мере На их основе Делают Там Дистиллята Какие-то Напитки Винные В общем Номенклатура Может быть резко Расширена Если получить Возможность Делать Из отходов Дистиллята И в последнее время Особенно в связи С эпидемией Ковида Стало Выясняться Что Наилучшим Средством Для Восстановления Внутренней Поверхности Сосудов После ковида Является Ресвератров Это вещество В большом количестве Содержащееся В красном вине И вот Ко мне Мы недавно Начали Сотрудничать С Белгородским Университетом И с одним Фармацевтическим Предприятием И выясняют Что Вот это Диалкоголизация За счет того Что вино Концентрируется И за счет того Что Температура Температура Не происходит Температурной Обработки Вина Все это При низкой Температуре В щадящем режиме Так вот Содержание Развератрола В красном Абезалкоголеном Вине Не только Не понижается А наоборот Примерно в три раза выше Чем в исходном И мало того У нас есть возможность Делать Дополнительно Концентрировать Значит это вино И повышать Еще в несколько раз Это содержание Развератрола И хотя Существует Множество Всящих БАДов Которые Там Концентрации Казалось бы Там Десятки Или если не сотни Раз выше То на практике Оказывается А в Абезалкоголеном Вине Все полезное Сохраняется И как мы видим Еще и в повышенных Концентрациях А спирта Который вредит Нет Поэтому Можно и детям И беременным Женщинам И переболевшим Ковида